привет друзья приветствую вас у себя на канале сегодня будем готовить очень вкусные рубленые куриные котлеты они получаются сочными вкусными их готовить очень легко а получается вкусняшка и перед тем как начать пожалуйста кто не подписан на мой канал пожалуйста подпишитесь а в конце кому понравилось поставьте лайк оставайтесь со мной и мы начинаем у меня 800 грамм грудки от домашних курей на это количество я беру приблизительно 200 грамм лука 1 большой красный перец 2 столовые ложки майонеза майонез я уже готовила на канале вы можете увидеть 2 столовые ложки майонеза 2 столовые ложки сметаны 2 яйца 800 извините 80 грамм сыра черный перец мука и соль очень мало продуктов но блюдо получается очень и очень вкусно начинаем резать с грудки у меня нож старенький но очень очень острый разрезая на полоски а потом полоски вот так буду мельчить получится таким мелкие чем мельче ты тем лучше я все нарежу и потом продолжим хочу сказать мясо если хотите чтобы хорошо резалась перед тем как приготовить хотя бы на полчаса поставьте морозильную камеру чтобы она охватилась но я забыла не поставила вот такие мелкие кусочки я нарезала все мясо на такие мелкие кусочки сейчас нарезаем лук лук нарезаю не очень мелко и не крупно такие кусочки чтобы было сочно нарезала лук слишком мельчить ее не надо добавить тоже как и лук разрезаем на мелкие кубики тоже добавляем фарш мясо сыр натираем на мелкой терке добавляю майонез со сметаной майонез рецепт майонеза есть у меня уже на канале домашний майонез легко дешево и из понятных продуктов добавляем соль на такое количество здесь и сыр и майонез я добавлю вот такую чайную ложку сыра соли извините добавляю черный перец приблизительно вот столько подавляю 2 яйца яйца буду добавлять по отдельности чтобы не было сюрпризов смотрите одно яйцо два желтка желтка яйца у меня домашние посмотрим у этого нет это один желток хорошо перемешиваем я забыла добавить еще чеснок я сегодня буду добавлять гранулированный сухой чеснок приблизительно вот столько можно добавить и свежий после того как все хорошенько перемешали добавляем муку муки может пойти две ложки может пойти три ложки зависит от фарша я по ложке буду добавлять и перемешивать кажется я немножко добавлю еще и хватит домашнее филе оно сухое сухое по той части что магазины бывают замороженные в них остается вода и поэтому покупные много влаги в них и много муки берут а вот домашние хватит смотрите две ложки начинка у меня готова чтобы котлеты были вкусные я их положу поставлю в холодильник настояться на 20 минут или на полчаса за это время приготовлю гарнир поставлю на газ вариться и продолжим того как фарш полчаса остался в холодильнике он хорошо промариновался стал немножко густым я добавлю фарш немного укропа с морозильника и все опять хорошенько перемешаю я раньше не добавила чтобы он не потемнел добавила сковороду на газ добавляю немного подсолнечного масла у меня сковородка с антипригарным покрытием и поэтому много я сразу не буду добавлять беру ложку вот у меня ложка в воде чтобы к ложке не прилипало и начинаю выкладывать разогрелась сковородка но это не имеет значения оно все равно не будет прилипать но правильно конечно чтобы котлеты выкладывали сразу на горячую сковороду сковороду горячую вот ставим и ложкой подровняем эти котлеты жарятся очень быстро грудка вообще-то варится очень быстро приблизительно 3-4 минуты с каждой стороны и она готова смотрим как цвет начинает золотиться вот так и переворачиваем очень хорошо котлеты получаются немного неравные но это ничего лепить их руками невозможно поэтому так и получается сломала партия готова у меня здесь две токлеты неудобно переворачиваю перевернула они сломались поэтому надо немного их выкладывать зазором друг от друга чтобы удобно было переворачивать они уже готовы готовые уже вторую партию и так все котлеты пожарю и в итоге покажу что у меня и сколько получилось хочу показать какое блюдо у нас в итоге получился смотрите как красиво красный перец придает и пикантность и красоту и изюминку очень получается вкусно и красиво аромат стоит во всей кухне получается целое блюдо котлет вкусным ароматным домашним хлебом хлебом я только что его испекла смотрите какой хлеб я покажу какие котлеты изнутри смотрите котлеты получаются очень сочными благодаря тому что мы лук резали не мелко и добавляли майонез очень вкусно готовьте вы напишите кому понравился рецепт ставьте лайки кому понравилось подписывайтесь на мой канал и всем пока пока не забывайте не а